Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы рады общению с вами. В очередной раз сегодня у нас 64-я по счету передача в рамках авторской программы «Конституция. Мы». И сегодня я ведущий, автор этой программы, Ким Кимин Александр Николаевич, председатель Якутского оригинального отделения Ассоциации юристов России, и профессор Северо-Восточного федерального университета. И в студии мне помогают режиссеры Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Ну, как вы знаете, этот год у нас с решением главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева объявлен годом труда. И, конечно же, нам хотелось посвятить этой проблематике не одну передачу. Вы знаете, что у нас была передача с министром труда и социального развития Еленой Александровной Волковой. А сегодня мы пригласили к нам в студию Замарщикову Нюргияну Юрьевну. Она является многодетной мамой, индивидуальным предпринимателем, создателем таких компаний, как Сахачай и Сахамед. И признана лучшим экспортером в сфере агропромышленного комплекса республики Саха-Якутия и лучшая женщина-экспортера в Дальневосточном федеральном округе. У нее в активе золотые медали всероссийской ярмарки «Золотая осень» 2020, 2021, 2022 годов. И лучший работодатель среди студенческих отрядов республики 2018 года. Ну и тема наша будет звучать следующим образом. Реализация консольных прав граждан на труд и свободное использование своих способностей для предпринимательской и экономической деятельности. Ну, как говорится, мы, приглашая наших гостей, каждый раз раскрываем потенциал нашего основного закона Конституции Российской Федерации, также Конституции Республики Саха-Якутия. Кстати, Конституция Российской Федерации в этом году исполняется 30 лет. 12 декабря мы будем отмечать эту прекрасную дату. Нюргуэн, я рад вас видеть. Давайте начнем наш разговор. Я помню вас, ну, еще студенткой, вы принимали участие в конкурсе красоты «Миссия Кутия», а я был председателем жюри. Ну, тогда я не думал, что эта красавица может стать потом человеком, у которой вот такой хороший бизнес, который известен многим людям. Ну, конечно же, нашим телезрителям и радиослушателям очень интересно узнать, где вы родились, как вы становились тем человеком, кем вы стали. Вот именно многодетной матерью и таким успешным предпринимателем. Пожалуйста. Добрый день, спасибо большое, что вы меня пригласили, да. Ну, я предприниматель, в первую очередь, многодетная мама. Я сама родом с города Покровска, с Хангаласка. У меня папа Немигунский, мама Качикатская. И вот вообще я сама мисс Хангаласа была. В 98-м году это я участвовала. Ну, я основатель и руководитель компании «Сахачай». Мы с мужем воспитываем четырех детей. И, оказывается, я практически никогда по найму не работала. Я вначале вообще работала. Я сама по профессии оценщик бриллиантов. Закончила физический факультет в ЯГУ. И я работала тогда оценщиком бриллиантов от Сойвадца в Покровском гранильном заводе. И вот как вышла замуж, мы друг за другом старших дочерей родили. И, ну, вот тогда мы были молодые, энергии много было, денег мало было. Я по уходу сидела. И вот что-то хотела сделать, и я делала. Я начинала вообще свой предпринимательский путь. То, что вот ездила в Китай. Там Суфинхэ, Харбин, там. И раньше таких, как мы, называли челноками. У меня был даже потом магазин молодежной одежды. Ну, я же молодая была. Потом, также я руководила молодежным. Я сама основатель студенческого молодежного театра МОД «Кампус». Мы также организовали разные конкурсы красоты, мероприятия. У меня даже был опыт работы в киноиндустрии. Я была директором картины «Тел Барен Тухарэх. Покуда будет ветер». Сергей Потапов режиссером был. Ну, вот такой у меня опыт был. Потом чуть-чуть у меня опыт появился. Начали брать какие-то разные, чуть покрупнее заказы. И в какой-то момент я поняла, что то густо, то пусто. Ну, вот предприниматель, да, мне еще родители говорили. Ну, вот иди, у тебя же есть образование. Несколько образований. Иди там-там работай. А мне что-то всегда вот энергичное было. Я чего-то не хотела. И в какой-то момент я же все-таки молодая женщина, девушка. И, как все, наверное, сейчас, хотела иметь какой-то вот такой красивый бизнес. Потому что то густо, то пусто предприниматель. И в тот момент как раз у Саши Осипова, тоже наша землячка, она у нас ТРК от Ямада только открыли. И там она продавала маленький магазинчик чая. И я такая, лишь бы у меня был какой-то стабильный, ну, какой-то определенный на стабильный доход был. Я продала старую свою машину и выкупила, ну, такой вот маленький магазин. Чуть позже я заключила франчайзинговый контракт с франчайзинговой сетью Унция. И вот так я погрузилась в мир чая. И вот больше-больше вот начала понимать, потому что раньше же мы вообще как-то к этому попроще относились, именно к чаю, да. И вот таким образом я вот приобрела, наверное, бесценную серию услуг, там, продаж, розничной торговли, разных сфер. Я приобрела вот такой предпринимательский опыт свой. Ну, вообще, как вот появился бренд Сахачаев? Вот вы прикупили, так сказать, магазинчик, там торговали другими чаями. Ну, наверное, вот для меня это такой один... А это Сахачаев, это уже производство. Да, это уже производство, да. Это для меня уже такой, ну, я вспоминаю, такой эмоциональный такой момент. Я помню тогда, это я уже так начала хорошо работать, я же продавала там самые крутые чаи, там улун молочный, золотой Доржилин, если кофе, то германское, в жарке, так, да. Так гордилась, магазин красивый, музыка там, всё. Ну, вроде бы всё хорошо. И я помню тогда, конец лета, этот год, нам отправили, наши партнёры, отправили очень на полгода вперёд товар. Я так радовалась, ой, как хорошо они меня поверили. Беспроцентные товары я должна была 31 декабря погасить на полгода. И они, так как чай и кофе не растёт в России, это всё зафиксировали в УЕ. Я такая счастливая была, ой, как хорошо, у нас как раз вот закрытие переправы не будет, я не буду таскать минус 50, вот коробки, вот это всё, наконец-то всё там, мы заранее подготовим. И вдруг наступает Крым наш. Ой, я там вообще была в шоке, я говорю, как? И получилось так, что в момент возврата денег я должна была ровно два раза больше, это по тем временам, помню, 20 тысяч УЕ для нас, это был какой-то вообще страшный шок. Я на тот момент ненавидела всё и вся. Ну, я же человек очень эмоциональный, а на улице минус 50, туман страшный. Я говорю, за что нам вообще? Вроде бы мы обычные маленькие предприниматели, которые таким хорошим, ну, обычным бизнесом занимаемся, да. И вдруг, оказывается, политическая, экономическая ситуация на нас очень сильно влияет, и мы, я даже не знаю, на кого я, вот честно, вот нельзя, конечно, в прямом эфире такое говорить, я и Путина, и Обама, и всех, и всех. Вот для меня это было, конечно, страшным шоком. И понимала, я говорю, как это так, у нас же ничего не растёт, как это? Вот на тот момент я поняла, оказывается, насколько мы уязвимы, что у нас всё привозное, что мы даже что внутри мы можем, у нас даже чая никакого нету, ни кофе, ничего, мы сами не производим, чтобы можно было вот так продавать. И мой муж, обычный деревенский якутский мужчина, охотник, я такой, так спокойный, говорит, ой, ты же в унцах в граммах продаёшь, надо чай продавать в тонну. А мне даже в голове не это, не заходит. Мы же в унцах продаём, прямо этим гордилась ещё, да. И ей говорят, надо свой чай продать. Говорю, какой свой, у нас же ничего нету, там, где она красная, раньше всё-то разрушено же. И он мне говорит, ну, Иван-чай, кучу чай, говорит, я на охоте пью. Говорит, фу, я такая ещё небрежная, это же бабушки, да, или там фитоняшки в аптеках продают. Я вообще как бы за чай не считала. И вот так сказал. Потом, спустя несколько месяцев, когда успокоилась, по чуть-чуть там расплатилась долгами, потихо и начала вот это забивать в гугл, там, производство Иван-чая. И случайно наткнулась на одного производителя, который вёл свой блог очень хорошо. И он рассказывал, каким образом, прямо с таким вдохновлением, на каком оборудовании, каким образом. И я нашла, чуть погодя нашла его соцсети и подписался на него, и начала лайкать. И спустя какое-то время я ему звоню. И он такой, говорит, наконец-то позвонила. Она как раз увидела, что я подписалась, что вот, ну, какая-то девушка там интересуется чаем, видимо. И мы так с ним так хорошо заговорились. Я ему очень сильно благодарна, что именно этот человек попался. Вот вообще он сам энтузиаст, и я его считаю вообще таким учителем. И он такой, наверное, тогда сказал самые заветные слова. И он говорит, вот у вас на территории республики, такая огромная территория республики, вот только-только производство Иван-чая, оно имеется в виду в производственном масштабе, он только у нас в России развивается. И до сих пор у вас на такой большой территории, уникальной Якутии, нету производителей чая. И я говорю, да, нету. И если вы будете делать чай, то ваш чай будет самым лучшим. А я говорю, как это лучше будет? Так потому что вы Якутия. Чем севернее трава произостанет, тем оно насыщеннее. Если вы будете соблюдать все стандарты, все условия технические, мы никогда вас не догоним, и у вас будет самый лучший чай, тем более у вас территория самая огромная. Но я же предприниматель сразу такой, ого, никого нету. Мы в любом случае будем лучше за счёт климатического условия. И он нам потом помог, мы с мужем ездим. И надо было, потом следующая задача мне надо было уговорить мужа. Он же мне, ну, идея же была, как это, ну, всё равно производство, это же мужчины же должны заниматься. И я говорю, Коль, помнишь там это, Иван, чай там? И вот мы начали с мужем. Сейчас у нас вот таким образом у нас появилось, как бы, благодаря, вопреки вот этим санкциям, вопреки этой политической и экономической ситуации, мы как-то выкрутились. И мы создали вот, вопреки этому, и за Крым наш появился у народа Саха самый северный чай. И вот я очень сильно благодарна. Вот мы открыли такую семейную свою компанию. Ну, какие были трудности именно в вашем производстве, вот в новом качестве уже, как производителя чая? Ну, во-первых, мы первые. И нам не у кого было учиться. Мы до сих пор проходим свой путь. И вообще то, что вот самостоятельно. И, ну, я не говорю, что мы первые, когда вот не про частный сбор, который для себя заготавливают, это вообще то, что вот в производственном цикле. И у нас то, что нужно много собирать именно на оборудовании. И у нас очень короткий сезон. Практически вот мы сейчас после сеха начинаем. И вот когда пух появляется, да. И потом, в отличие, наверное, от других регионов, мы даже у них не можем как бы сравниваться с ними. Потому что, в отличие от них, у нас очень много коморов. У нас знойная жара. Вы представляете, пожары были. Люди вообще сидели с кондиционерами, с дома не выходили. А нам нужно было, не то что сами, нам нужно было просить, мотивировать людей, чтобы они шли в лес и собирали траву. И вот у нас сухой климат. Очень много-много разных моментов. Мы до сих пор, конечно, сейчас у нас опыт появился. Конечно, мы всё это делаем. И у нас проблема в том, что вообще Якутия, не только по Иванча и по нашему производству, это рекордсмен по себестоимости производства чего-либо вообще. У нас там и климат такой, и ЖКХ, и высокая заработная плата. Если мы, например, соседняя реквиона 1 кг листьев свежих принимает по 10 рублей, а мы по 60 рублей. На начальном этапе у нас 6 раз дороже себестоимость. И мы никак не можем это вот. И вот в связи с этим мы сейчас стараемся, каждый раз стараемся, ну, наверное, не только мы, все производители, вообще руководители разных предприятий, стараемся как-то снизить себестоимость. Вот я, например, являюсь резидентом технопарка Якутия. У меня есть льготная арендная ставка помещений, которые вот зимой мы фасовку делаем. Я пользовалась возвратным, но льготными займами через фонд поддержки предпринимательства. Вот есть у нас центр поддержки экспорта, вот на разные выставки, да. Ну вот есть вот такие моменты, без них было бы нам очень-очень сложнее. Я даже думаю, что, возможно, даже очень сложно иметь желание не одно, но все равно в любом случае какие-то меры поддержки нужны. И сегодня мы видим очень много, к сожалению, очень много желаний, много там начинает открывать, очень много производственных организаций закрывается, и остались только те, которые с государственным вливанием, или же которые имеют колоссальную, большую поддержку, субсидирование. Так, ну тогда получается, вот с учетом вот этой сессии без стоимости, развивать местное производство архитрудно. Но нужно? Вы как, ваше намерение в будущем? Что-то для вас будет полезно, эффект будет от вашего бизнеса? Ну, у государства намерение должно быть, я так думаю. Я считаю, что это первоначальная задача государства. Потому что текущая ситуация, вот эта санкция, вот эта вся изолированность, она показала, насколько важно обеспечивать продовольственную безопасность. Это вот наша самодостаточность, когда регион сам себя обеспечивает. И на сегодняшний день, к сожалению, 99% продукции к нам привозится. Ну, вот все может произойти. И, ну, это очень, как бы, такая ситуация. Мы, по крайней мере, должны стараться. Ну, мы понимаем, что у нас себестоимость очень высокая. Но мы максимально должны стараться это поднимать. Потому что мы должны... Вот сегодня вот отметили, что год труда, да. Мы должны поднимать статус именно человека труда. У нас же, как бы, с малых лет учат, там, хорошо зарабатывать. И все хотят быть чиновниками, айтишниками. Ну, это очень хорошо, айтишник. Но кто-то же должен руками работать и все это производить. Вот нынешняя ситуация реально показывает, что это нужно поднимать. И спасибо вам большое, что вы меня пригласили, что мы, ну, вот пытаемся пропагандировать. Ведь вообще вот такой реально ручной труд. И, ну, я думаю, что это первоначально вот одна из таких задач, когда нужно развивать производство. Вот даже я сейчас скажу, мы делали наборы для СВО на Новый год. Я была оператором для ребят наших, которые военнослужащие, которые у нас там служат. И случилась такая картина. Вот реально у нас ничего нет практически. У нас нет оленина, хотя все думают, якуть это олень. У нас совсем мало. Перерабатывают только привозное. У нас не хватает ни ягод, ничего нет практически. Совсем чуть-чуть. И мы на сегодняшний день, вот я как производитель знаю, кто, сколько и как делать. У кого какие объемы. Это реально очень, ну, такая проблемная. Проблема большая, которую нужно необходимо решать. Владимир Владимирович Путин, наш общий национальный лидер, он не раз говорил на разного рода совещаниях, вот импортозамещение, да, вот как вы говорите, обеспечение продовольственной безопасности. А со стороны государства какая поддержка вот в вашем производстве? Ну... Вставили ли вы такие вопросы? Ну, я считаю, что всегда очень необходимо сейчас... Ну, считаю, что то, что сейчас есть, его недостаточно. Его недостаточно, потому что всегда инициатива должна идти снизу. Мы, люди, которые работаем на земле, знаем, что реальную картину, как все это должно быть. А то у нас же все сверху, ну, вот говорят импортозамещение. А на самом деле, вот на практике, говорит, ни один местный производитель на сегодняшний день не может участвовать в государственных закупках, например. Да вот почему не можем, например, все полностью каким-то внутри нашей республики сделать так, чтобы наши дети в школах, в детских садах, даже в медучреждениях, они пили, например, ну, допустим, наш чай, наше молоко. И вот мы же можем на законодательном уровне хоть какой-то процент, чтобы у нас вот на самом деле для производителей иногда, вы говорите, главное, вы нам не мешаете, говорит. Или же самое главное — это рынок сбыток. Обычные деньги, гранты, субсидии, они краткосрочные, они особо сильно не помогают. Самое главное — нужно вот каким-то образом, понимая вот эту всю ситуацию, постараться как-то так отрегулировать. Мы же можем внутри у себя региона не выбирать, что дешевле, потому что порой привозны они, консервантов очень много, сроки годности. Мы вот, чтобы метод отбора был именно на качество, потому что здоровье населения, здоровье детей намного важнее, на качество, чтобы в первую очередь смотрели, и потом уже, чтобы местное производство. И благодаря этому, возможно, очень большой скачок будет. Также мы можем каким-то образом регулировать, чтобы наши много у нас мест, добывающих компаний, крупных добывающих компаний, они вообще ни у кого не покупают. Вот они же у нас используются, они здесь добывают, пользуются нашими природными ресурсами. Мы же можем каким-то образом на это повлиять. Да, на самом деле то, что вы говорите, безусловно, я думаю, что вы должны понимать, что мы не просто граждане, и не только избиратели, но и можем быть избраны. Поэтому вот в последующем надо на эту тему тоже задуматься, для того, чтобы формировать, участвовать в формировании государственной политики, вот именно в том направлении, в котором это необходимо делать, именно в этой сложной ситуации. Мы прервемся на несколько минут, потом продолжим наши интересные разговорки. Будьте с нами. Будьте с нами. Ну, вот сахачай, да, вообще сколько лет вашему бренду? Мы в 2016 году, вообще, когда мы начинали, и вот мы поехали же в Китай покупать эти оборудования, нам никто не верил. Я помню, мы три раза подавали заявку, чтобы получить займ. Мы же многодетная семья, и я предприниматель, и количество детей в паспорте оказывается недостаток, чем достоинство при получении займа. И вот мы ели, или я вот пользуюсь случаем, можно рекламу «Алмаз кредит-сервис». Я им очень сильно благодарна. Они поверили, вот мы поехали, закупили оборудование, и с опозданием пришло наше оборудование. Мы совсем чуть-чуть сделали, там, ну, килограмма сто, наверное, да. Но зато за счет этого мы этот чай, который сделали, мы его рекламировали, уже получали займы, да. И в 2017 году, вот этот первый год, мы сделали 1 тонна 760 килограмм. Это впервые столько чая, наверное, в Якутии сделано. И вот сейчас у нас три производственных цеха на территории Хангаласского лоса. Наш цех мощности вот сейчас только у нас начинается, вот после цехов собираемся. И у нас мы можем сделать до 15 тонн чая готового, а вручную листьев собираем до 45 тонн мы собираем. Представляете, столько людей на тракторах тоже сено не косят. И вот таким образом у нас вот с 2016-2017 года вот мы занимаемся. То есть датой рождения Сахача и как такового вы какой все-таки определяете? Ну, 2016-й, потому что совсем чуть-чуть мы все это сделали, да, но основную такую более-менее мощную. Да, родилась идея, вы его уже начали реализовать, поэтому с 2016-го года. С 2016-го года мы уже с оборудованием, конечно, на 15-м году мы все это закупали, мы все это еще драли, да. Ну, вообще, вот какие сорта чая вы выпускаете, и в чем вот разновидность этих сортов? Или они все одинаковые? Ну, в основном мы же на основе Иван-чая, также мы у населения принимаем разные дикоросы, сушеные травы. Мы тесно общаемся с Институтом биологических проблем крелитозона, у нас и с учеными общаемся, потому что это же вот пищевое, и мы сделали очень много анализов. Я знаю, например, мы в Японии ассоциации гигиены и питания сделали, мы независимые экспертизы делали, также Институт гигиены и питания в Москве проводили исследования и выяснили, что именно якутские дикоросы, они вот намного-намного насыщенны. У нас есть колоссальные биохимические полные анализы, что вот в отличие по сравнению с другими регионами, они вот именно якутские дикоросы, это за счёт нашего климата, за счёт наших белых ночей, за счёт вот того тумана, которого я не любила, да, и я сейчас люблю наш холод, наш уникальный климат, именно мы его должны, вот этот климат, не использовать. А так у нас разработано более 50 купажей разного состава, также мы делаем же мёд. Мы три года, и в этом году четвёртый год, как мы открыли направление пчеловодства, это наша старшая дочка, вообще наши дети полностью, погружены с нами работать. Средняя дочка, она главный технолог у нас, старшая дочка вот тоже полностью за сбор отвечает, и вот сейчас мы развиваем пчеловодство. А сколько им лет, если не секрет? Старшие дочки, старшим 21 и 20. Но они уже все в производстве. Они полностью, мы даже спокойно можем оставить, например, в прошлом году, да, жимконский цех, там, в Ткачкарсах, они полностью сами. То есть у вас семейный бизнес, можем сказать. Также, да, студентка, они в Москве полностью, у нас есть в Москве склад, они то, что полностью реализацию там, по России, они полностью руководят. А вот сахамёд, что это означает? Есть ли у вас там пасеки свои? Да, мы же... Или вы у кого-то скупаете? Нет, мы же полностью как раз-таки вот по сахамёду у нас, можно сказать, одна из таких, несколько, три-четыре крупных, наверное, пасечника. И вот мой Николай, супруг, очень вот энтузиаст, он прямо вплотную, сахача ему поставили уже, там работники работают, да, сейчас он занимается... Наладили производство полностью. Да, наладили, да, просто вот так контролируем, помогаем. Полностью сейчас он занимается вот пчеловодцем. У нас более 100, наверное, 150 пчелосемей. У нас... Мы построили свой зимовник в Актёмцах. Сейчас у нас пасека находится в Болгуняхтахе, на Ботами ставим, также в Качакатцах. У нас, ну, как бы... Летом уже у нас много народу, ребят много работает, вот бойцы строят ряд, она всегда помогает, да. И у нас есть возможность, когда вот в период цветения мы меняем места. И вот мы в прошлом году 2,5 тонны мёда сделали, так это самый большой объём. И по мёду у нас золотые медали на Всероссийском фестивале есть. А как идёт реализация? Вот по ценовой политике вы говорили о себестоимости чая, а по мёду как у вас? Ну, по мёду тоже у нас его... Мёд-то вообще очень хорошо покупают, он же вкусный. И он у нас ещё такой, оказывается, якутский мёд, он жидкий, он не кристаллизируется. Вот мы в прошлом году как раз благодаря Центру поддержки и экспорта мы с мужем ездили в Дубай на бизнес-миссию шейхам продавать, потому что там они ценят именно тот мёд, который вот жидкий, который не кристаллизируется. И там он стоит сколько? 50 тысяч рублей килограмм. И вот мы должны... Вот почему я на экспортильное внимание уделяла, потому что там вот реально у нас же себестоимость высокая, и есть в мире люди, которые ценят качество, и им можно за нормальную цену продавать. И мы сейчас вот конкретно работаем, конечно, это не просто так. Мы сейчас работаем, и у нас мёд очень хорошо покупается. То есть вы изучаете конъюнктуру должным образом? Да, мы знаем, конечно, своего покупателя, мы знаем, как продавать, как упаковывать. Я вот благодаря УНЦе, то, что у меня до этого есть опыт купи-продай, например, ну, в торговле, в сфере торговли, и в сфере, например, услуги, да, вот это всё очень сильно помогает. Потому что вот сейчас же очень многие производители не умеют нормально упаковывать, маркетинг проводить. Мы примерно знаем, как, кому, каким образом продавать, и, возможно, это тоже является... Ну, вот почему Сахачай успешный проект? Ну, давайте вот поговорим о ваших достижениях. Вот вы обладаете разного рода наград, медалей на разных выставках. Что для вас является главной наградой из всех этих больших наград? Ну, наверное, главной наградой, я сейчас не знаю даже, как сказать, но главной наградой для меня это было, конечно, на федеральном уровне, то, что нас отметили. Я здесь, в республике, была лучшим экспортером в сфере АПК, наверное, единственной на тот момент. И также нас отметили, вот федеральную награду, в прошлом году на ВЭФе вручали, как лучший женщина-экспортер. Также нас отметили, есть понятие высокие переделы. Это когда от начала и полный цикл делать. Есть же, например, экспортер, который только сырьё продаёт, полуфабрикаты продаёт, или просто этикетку Дед наклеивает, продаёт. А у нас начало сбора, заготовки, переработки, упаковки, реализации. И это очень-очень высоко ценится, кто полным циклом занимается. И, наверное, это самая такая большая награда, когда это не просто так за красивые слова, за что-то, а там полностью всю документацию смотрят, все анализы смотрят, все экспортные контракты смотрят. Но вот этой наградой, конечно, я очень сильно горжусь. А вот такой вопрос. Кто-то последует вашему примеру, и можете ли вы создать некую такую команду, которая могла бы этим производством в разных местах, как вы говорите, Якутия, она необъятная, а вы только в основном в хангаласском родном лусе. Да, и в основном в хангаласском лусе занимаемся, потому что именно специфика такая, быстро-быстро нужно привести, пока трава не высушилась. Но вот с 2017 года, я как и упомянула, у нас постоянно мы... Я же еще лучший работодатель среди студенческих отрядов республики. Мы очень часто... Вот нас даже очень хорошо несколько раз отмечали вообще на все российские студенческие отряды, несколько тоже грамот отправляли нам. И у нас приходит к нам молодежь, это представляете, какая романтика. Там комары, там природа. И они все, вот эти ребята, они гордятся, что они производят чай. Они говорят, ой, представьте себе, кто-то будет пить мой чай, там где-то в Америке, в Китае, там где-то, где-то. И они очень-очень этим гордились. И вот Николай в 2018 году, мой супруг написал концепцию развития чайной отрасли у нас в Якутии. У нас прямо в концепции написано 40 производственных цехов по всей территории Якутии. И мы специально, когда ребята приходим, мы стараемся с разных улусов, и всех ребят стараемся их обучать. Им вот наставили. Вот у тебя, ты с какой деревни, с какого улуса? Вот ты поедешь, и вот точно так же ты можешь делать, открыть производство. Точно таким же образом что-то, что-либо делать. И это же хорошо, мы же зарабатываем, мы же там, насколько бы сложно не было, но все равно какой-то доход есть. И я думаю, что это креативный, креативная экономика, именно когда, и тем более, не целый год, не зимой нужно работать, а летом они могут вот так себе создать производство и работать. Мы как раз-таки за счет этого работаем. Ну вот вы много раз сказали про Иван-чай, и вообще вот традиции российские по производству чая, насколько они широки, и как вот в других субъектах это производство поставлено? Общаетесь ли вы со своими коллегами с разных субъектов? Ну, в начале, тут же у нас некого брать пример, и вот мы тоже, вот который Александр Вовний нам подсказал. Но чтобы не начинать с ними общаться, мне надо было вначале утвердиться, нам надо было реально что-то сделать, реально показать объемы, чтобы начинать с ними говорить на одном языке. Это прошло достаточно 2-3 года. Но мы сейчас являемся соучредителями союза производителей Иван-чая. Я вообще на Дальнем Востоке председатель, и много раз участвуем на разных конференциях, форумах. Я вот даже до Мантрова, от имени всех производителей Иван-чая, пытались. То есть у нас нету своего АКВ, ДТНВ, да очень много. У нас одни и те же проблемы, которые мы вместе сообща решаем. Мы очень близко общаемся, дружим. Также от имени производителей дикоросов, не только Иван-чая, я участвовала на совещании Совета Федерации, где поднимала именно о создании чайной отрасли в России. И мы сейчас очень... Мы разработали стандарты, и с этого года у нас по агро-стартапу, и вот на основании той концепции, которую написал мой супруг Николай, мы тоже разработали концепцию, и вот эта концепция пошла к Путину. В прошлом году Владимиру Владимировичу Путину, Александр Хлынов, наш председатель, дошел, и сейчас Иван-чай как раз внесут в сельхозкультуру. И будет только поддержка. До сих пор же у нас нету никакой поддержки. То есть у вас есть некие такие дипломатические способности, есть определенная пробивная сила, вот это очень важно сейчас развивать, тем более вот у вас есть такой практический опыт, и вот широкая разветвленная система по производству собственного чая, не только вот в Якутии, вы в целом по России можете вот охватывать большую территорию. Вообще вот очень многие интересуются, как эта женщина может быть одновременно хозяйкой в доме, да, и еще и успешным предпринимателем. Вот поделитесь, пожалуйста, с нашими слушательницами своим таким опытом. Специфическим будем так говорить. А почему нет? Вообще на сегодняшний день достаточно примеров. Я считаю, что вообще миллионы женщин, миллионы примеров, да, что женщины могут быть успешны вообще в разных сферах. Ну, я считаю, что вообще в природе женщины заложено умение как-то сглаживать углы, налаживать взаимоотношения. Мы намного чувствительнее, сострадательнее, да, и я думаю, что гиперответственнее. И мы создаем, вообще мы за своих, мы, женщины, которые родили своих детей, мы, конечно, очень переживаем за всех. Нам очень важен там, какой климат дома, среди родных, во дворе, в городе. Вообще за все мы намного больше. Я думаю, что вот как раз-таки гиперответственные, которые за всех там сострадают, это очень хорошие руководители. И женщины, и политикам, может быть, сейчас. А состоите ли вы в союзе женских организаций? Да, конечно, в союзе там и многодетных семей. Я же вообще в молодости, когда школу закончилась, с мужем познакомилась. Я же была лидером города Покровска. Молодежный лидер. Да, молодежный. Я помню, к вам еще мы приходили с Эдиком Адамом, да, советоваться. И вот мой муж был лидером молодежи села Акхёмцев. Ну, вот такие вот активные, молодые. Мы очень рады. Горгинцы, что да. То есть вы два инициативных человека нашли друг друга, и это сегодня преобразилось в такое мощное производство, которое дает такой хороший результат. Ну, я знаю, что вы еще и танцевали. Вот молодость Аркены Василиса Егоровна Романова. Вот завтра традиционный Иссы Харкены. Вот какие у вас есть пожелания в ее адрес, в адрес своих учителей, возможно. Да, в этом году уже год настаёт педагога, наставника. Ой, Василица Егоровна. Да, вообще для нас это родной человек. В следующем году 50 лет нашего ансамбля будет. Я 8 лет танцевала, вот когда в школе училась, в народном ансамбле. Была с Альвийской последние годы. И Василица Егоровна постоянно... Мне кажется, он говорит, «Нергияна, давай станцуем». Я помню, постоянно какие-то мероприятия открываются. И я, наверное, очень-очень много раз приветствую на танец. И она мне говорила, «Ут я дахтахкана, а туром дахтарненький ленгин». И вот она меня вот каждый раз просила, «Давай станцую вместе, какой приветственный танец». И вот ему, не знаю, получится, не получится. Завтра я вот, наконец-то, спустя 25 лет решилась. Скажите, что получится. Чтобы побольше приехало гостей. Потому что, когда люди, чего-то добившиеся, ну, как бы не теряют интереса к своему хобби, в том числе, вот молодые годы вы занимались, это же прекрасно. У человека должна быть отдушина. А вот ваши дети чем увлекаются, какие хобби у них? Ну вот сейчас, конечно... Кроме производства. Вот как раз я шла сюда, наша старшая дочка же с теребой из лука занималась. Да, вы что? Вот я знаю, говорит, это вообще... И вот, да, и сейчас тоже вот средняя дочка художественной гимнастикой занималась. Сейчас они, конечно, студенты, да, и младшие школьного возраста, да. И вот я думаю, что... Ну, вообще в Якутии люди уникальны. Да. Каждый человек. У нас климат такой. И разносторонне талантливый. Да, очень много разносторонне талантливого. Ну, у нас действительно время подходит к концу. Я вас очень сильно хочу поблагодарить за то, что вы пришли в эту студию, поделились своим мнением, результатами труда. Хотелось бы пожелать вам всяческих успехов вообще по жизни, в производстве, в ваших общественных начинаниях. Это очень важно, чтобы у нас граждане были активными. Только активные граждане могут построить сильное государство. Поэтому всех с праздником ИСЭХ. Давайте, Якутия, вперед. Будем все дружны, едины ради России. Спасибо.